В Старой Руси прошло торжественное открытие после модернизации биологических очистных сооружений. Проведенные работы позволят дать хороший экологический результат, а также снизить затраты электроэнергии. Торжественный запуск нового оборудования для подачи воздуха на линию биологической очистки сточных вод. Это лишь часть проведенной модернизации объекта. Произведена замена всей системы аэрации. Использованы более современные и долговечные материалы. Внедрены энергосберегающие технологии. Такого не делали давно очень, как построены очистные сооружения. Таких мероприятий глобальных не проводили. Тем более мы будем сейчас экономить на электроэнергии. Потому что, если знаю, прошлый наш водоканал, ООО «Водоканал» в основном превратился в банкрот. Обанкротился из-за большого потребления электроэнергии и долгов перед ТНС «Энерго». Само предприятие своих средств в модернизацию не вкладывало. Все работы выполнялись за счет энергосервисной компании. Рассчитываться с которой старорусские коммунальщики будут в течение пяти лет из средств, сэкономленных за оплату электроэнергии. То есть инвестор гарантирует заявленную в проекте экономию. Иначе своих денег он просто не получит. Это для нас удобно, выгодно. То есть, получив современное оборудование, получив экономию. Кроме этого, ну еще, значит, в распоряжении предприятия там определенная сумма остается. То есть, не полностью, но определенная сумма остается для предприятия. Биологический этап наиболее технологичный и важный в процессе очистки коммунально-бытовых стоков. И именно от него во многом зависит качество воды, которая попадет в полисть. А затем, соответственно, вловать Ильмень и Волхов. Модернизация БОС Старой Руси позволит не только продлить срок эксплуатации этих очистных сооружений еще как минимум на 10-15 лет. Она дает и экологический эффект в виде снижения негативного воздействия на окружающую среду, позволяя источные воды приводить к параметрам драмативным. Это не первый подобный проект в Новгородской области. По энергосервисным контрактам уже модернизированы биологические очистные сооружения в Боровичах, Валдае и Чудове. На очереди Пестово и Шимск. Из Старорусского района Алексей Дмитриев, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение.